МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Покажем, как у стен Кремля одна иномарка протаранила другую. Внезапно он вылетел. Я не помню дальше. Все, после аварии, аэробак ударил мне в лицо, я не помню. А также 23-летний парень погиб, срезая металл в трансформаторной будке. Это и не только. Прямо сейчас. Нетрезвого водителя Газели задержали автоинспекторы на улице Академика Королева. В том, что мужчина, управлявший грузовиком, был пьян, сомнений у сотрудников не было. Это было видно и чувствовалось без алкотестера и анализов. Однако мужчина уверял, за рулем не сидел и ничего не пил. Так ли это было на самом деле, знает Алия Хайрудзинова. Во дворе я просто сигарет с машины начал брать, и меня задержали. А сегодня вы выпивали? Нет. Мужчина не стал признавать, что был за рулем и на камеру твердил, что в этот день ни грамма алкоголя не употреблял. Нет, я не садился за руль пьяным. Меня со двора забрали, и все. В прокуратуру пойду жаловаться. А вы в машине не сидели, да? Нет. Однако автоинспекторы были уверены в обратном, в том, что мужчина пил, у них сомнений не было. Невооруженным взглядом можно было это понять по его поведению, но дуть в трубочку водитель все же отказался. Вам задал вопрос о проходении. Будете проходить? Если я не был за рулем, вы каждого вот так вот мимо идете, будете проходить? И хуйня, ты решили прав, что ли? Покажи мне видео, где я был за рулем. И хуйня, ты меня поставляешь. Будете проходить? Не буду я проходить ничего. В больницу поедете, в РНД? Куда они поедут? Домой поедут. Понимаете, слышите? Я сейчас еще адвокаты. Регистратор, установленный в машине сотрудников, зафиксировал, как водитель «Газели» разъезжал по улице Академика Королева. Внимание автоинспекторов привлекло неадекватное вождение. Машина виляла из стороны в сторону. Мужчину задержали, когда он припарковался во дворе одного из домов. На данный момент я отстраняю вас от управления. Семьи первые, у меня ушло. Сейчас, вероятнее всего, водитель еще не скоро сядет за руль, по крайней мере, законно. Ему грозит лишение водительского удостоверения сроком от полутора до двух лет. И штраф в размере 30 тысяч рублей. Алия Харудинова, Нафиса Минязова, Затцемигулин, вызов 112. Мерседес и Опель Астра не смогли поделить перекресток улиц Серова и Линская. По предварительной версии, авария произошла из-за неудачной попытки водителям Опеля Астра проехать на запрещающий сигнал светофора. С места происшествия Сергей Хайдаров. Проедете? Да, да, не приезжайте. У меня он неисправный, я боюсь. Столкнувшиеся иномарки затруднили движение общественного транспорта. Траваи не могли проехать перекресток улиц Серова и Линская. Автоинспекторы приняли решение убрать разбитые машины с прежней части. Ни один из водителей рассказывать, как произошла авария, не стал. Однако, кто виноват, определили сразу. Вы на красный ехали? Да, да, я на красный. Водитель автомобиля Опель Астра решил проехать перекресток по улице Линская на красный сигнал светофора. В этот момент с улицы Серова налево поворачивал Мерседес. В итоге удар пришелся ему в левый бок. Сергей Хайдаров, Нафиса Минязова, Азат Самигулин, вызов 112. Один человек пострадал в результате столкновения Hyundai Solaris и Opel на перекрестке улиц Левобулачная и Ташаяк. Водитель последнего автомобиля при совершении маневра не пропустил двигавшуюся прямо иномарку. При этом уверял, что автомобиль пропустил, но только до тех пор, пока не увидел запись с камеры наблюдения. Ее посмотрела и Алина Мусина. Я ехал по прямой дороге с моста и тут внезапно он вылетел. Я не помню дальше. После аварии аэробак ударил мне в лицо, я не помню. Водитель Hyundai Solaris рассказал, ехал со стороны Ленинской дамбы в сторону центра. Но на перекрестке улиц Левобулачная и Ташаяк в него врезался Opel, который поворачивая не уступил ему дорогу. В результате корейская иномарка вылетела с дороги, протаранила забор, снесла знак и остановилась на газоне. Однако у предполагаемого виновника была своя версия произошедшего. Он говорит, что он стоял, а он не стоял. Он говорит, что я стоял, двух машин пропускал, потом вышел. Он говорит, что все было не так. Даже на камере видно, как он сразу вылетел. Действительно, камеры видеонаблюдения ближайшего здания зафиксировали сам момент аварии. На съемках четко видно, что 23-летний водитель Opel никого не пропускал. Он даже не пытался притормозить. В ответ на это он не нашел, что сказать. Вы правда виноваты, молодой человек? Вы вину свою признаете? В результате сильного удара пострадал 26-летний пассажир Hyundai Solaris. Мужчина с жалобами на боли в позвоночнике госпитализировали врачей скорой помощи. Алина Мусина, Нафисами Ниазва, Азат Самигулин, вызов 112. Один человек погиб поздним вечером в Альметьевске. По данным госавтоинспекции, на улице Шевченко водитель Жигулей 7-й модели превысил скорость, не справился с управлением и въехал в опору линии электропередач. Приехавшие на место медики госпитализировали водителя и двух пассажиров. Но спасти одного из них не удалось. 18-летний молодой человек, сидевший рядом с водителем, скончался в реанимационном отделении. Остальные пострадавшие получили различные травмы. Как оказалось, все трое не были пристегнуты ремнем безопасности. Двухлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа одного из домов в Нижнекамске. Сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии. Еще недавно, чуть ли не всем Нижнекамском, ему собирали деньги на лечение. Малыш серьезно болен. Сейчас врачи уже стараются сохранить ему жизнь. О ее качестве речи пока не идет. Рамиль Шайдулин с подробностями. А что случилось? Не уйдет ее. Я виноват, да. Мать двухлетнего малыша ответственности с себя не снимает, но не говорит, как он оказался на подоконнике. Соседи сходятся в одном. В тот вечер женщина была пьяна. Это же общежитие, тут каждый все по-разному. Говорит, кто-то, говорит, сами столкнули, кто-то, говорит, случайно упал, кто-то, говорит, сам залез на окно, окно открыл. Я не верю, что по двух, два с половиной года ребенку он залез на окно, еще и пластиковое окно сам открыл. Он с решеткой летел, сеткой сеткой. Они сетки плохо устанавливаются. Я вот дворником работаю, они и без ребят уже вылетают эти сетки. Вот он, наверное, прислонился и полетел, наверное. Мальчик страдает тяжелым заболеванием. Деньги на лечение ему собирали едва ли не всем Нижнекамском. Хотели прооперировать в Казани. Уже тогда многие говорили, его мать не прочь выпить. Лягушка? Да. А это кто? Сейчас мальчик в коме, в тяжелом состоянии. При падении он получил перелом черепа и ушиб головного мозга. Врачи делают все возможное, чтобы сохранить ему жизнь. По факту падения сейчас проводится доследственная проверка. Рамиль Шайдулин, Марсель Жураев, Вызов 112. В Татарстане возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. В полицию обратилась жительница Казани и сообщила об убийстве шести собак в ее питомнике для бездомных животных. Он расположен в Высокогорском районе. Прибывшие на место полицейские обнаружили тела животных с огнестрельными ранениями. Сейчас стражи порядка выясняют обстоятельства произошедшего, а также устанавливают лиц, причастных к преступлению. 70-летняя пенсионерка скончалась на пожаре из-за непотушенной сигареты. Трагедия произошла в квартире одного из домов по улице Лесопильная в Огрызе. К приезду спасателя огнем были объяты стены, пол и мебель на кухне на площади шести квадратных метров. Сотрудникам МЧС потребовалось несколько минут, чтобы справиться с огнем. После в квартире обнаружили обгоревшее тело хозяйки. Со слов соседей, пенсионерка была инвалидом второй группы, жила одна и редко выходила из дома. Она часто курила в доме. А в Зеленодольске после пожара на улице Зеленая был госпитализирован 39-летний мужчина. К приезду спасателей он в состоянии алкогольного опьянения лежал возле горящего дома. Уже в больнице у него диагностировали 90% ожогов тела. Предварительная причина пожара, как и в предыдущем случае, стала непотушенная сигарета. Тело 23-летнего татарстанца с признаками поражения электрическим током обнаружили в трансформаторной будке. Трагедия произошла на территории промплощадки по улице Ленина в поселке Васильево в Зеленодольском районе. Как установили следователи, вероятнее всего, молодой человек занимался незаконным сбором металла и погиб при попытке срезать детали трансформатора. По данному факту следственным органам Следственного комитета Российской Федерации Преспублики Татарстан проводится последственная проверка. На данный момент проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, произошедшего. По результатам следственного проекта будет интерпрофессиональное решение. Еще одна доследственная проверка проводится по факту обнаружения человеческих останков. Накрытые одеялом кости лежали на правом берегу реки Челнинка в Автограде. Сейчас следователи устанавливают личность погибшего, а также выясняют все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, судя по одежде, смерть человека наступила летом прошлого года. На данный момент останки направлены на экспертизу. Это все, о чем успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин